Доброго вам утра, зрители СтопГеймРу! Подводим итоги рабочей недели! Главное событие последних дней — полноценный анонс новой Battlefield. Всё-таки не просто Battlefield, как предрекали инсайдеры, а 2042 Battlefield, что недвусмысленно указывает на сеттинг недалёкого, но не то чтобы близкого будущего. Трейлер, сцены из которого собирали из осколков утёкших гифок, подствердил ходившие ранее слухи. Тотальная война между альтернативными США и Россией, множество карт с колоритными локациями со всего мира и знакомые, но чуть более продвинутые технологии. Пафос, эпик, но никакого... ...которое вы будете набивать ещё пару недель к ряду. Зато разработчики решили сразу задать тон игры, если вдруг кто-то ожидал серьёзного хардкорного боевика. Ролик полон сцен старого доброго трэша, что творили геймеры в прошлых частях серии, вроде пилота-самолёта, покидающего кабину, сбивающего вражеский истребитель из гранатомёта и запрыгивающего обратно. Вообще создаётся ощущение этакой тройки и четвёрки на максималках. Знакомые пушки, пейзажи, но возросшие масштабы. На некоторых картах, например, будут биться до 128 игроков. Из нового — система специалистов, пришедших на смену привычным классам. Чем-то напоминает Rainbow Six Siege. Например, российский инженер Пётр Гусковский, для друзей просто Борис, умеет ставить автоматическую турель, а канадец Вебстер Маккай оснащён, понятно зачем, выданным крюком-кошкой. Из-за режимов объявлены тотальная война, новое поколение захвата и прорыва, опасная зона, без подробностей, но это, цитата, «современный взгляд на мультиплеер» и именуемый любовным письмом к фанатам Battlefield, не анонсированный пока тип игры. Выйдет боевик 22 октября, геймплей мы увидим 13 июня, а предзаказать в Battlefield 2042 можно уже сейчас, за 3500 рублей. Это самое дешёвое издание на PC, про остальные, при отсутствующем у инфакта возрастном рейтинге, я лучше говорить не буду. Просто загляните в наш большой материал за подробностями, если интересуетесь. Исходный код Cyberpunk 2077 стал достоянием технически грамотной общественности, и та её часть, что не чурается во ровных данных, принялась усиленно в нём копаться. И докопалась до восьми переключателей для восьми типов цензуры, кои есть Переключатель последнего, если верить выложенному хакерами скриншоту, в коде именуется Сенсор Винни Пух, что, видимо, является внутренней пасхалкой разработчиков, учитывая запрет в КНР известного мультяшки. Но теперь, видимо, шутка резко потеряла свою локальность и может попасть под взор недремлющего ока партии. Как бы Винни... Дорогой товарищ Си Цзиньпинь не обиделся и не забанил у себя в стране одну панковскую видеоигру о бунте против системы. У него к медведю какие-то свои счёты есть. Так что, если окажетесь в стране великого фаерволла, помните, ни слова о мёде. Второе главное событие, а для кого-то, наверное, и первое, шоу Summer Game Fest Джеффа Килли, на котором наш любимый ведущий обещал устроить целый вал мировых премьер. И ведь не обманул, но обманул, возможно, чьи-то ожидания. Давайте по порядку. Вначале нас порадовали премьерой Тайны Тина с Wonderlands, спин-оффа серии Borderlands про сами знаете кого в образе Данжен-мастера из моего любимого дополнения ко второй части. Крошка Тина, вновь озвученная актрисой Эшли Бёрч, расскажет ещё одну историю с уклоном фэнтези и сильные колдунства, постоянно бросая кубики на инициативу по правилам местных подземелий и драконов. Релиз в начале 2022 года. Далее сцену озарил своим нимбом Кодзима, представивший режиссёрское издание Death Stranding. Да, в базовом его, видимо, кто-то ещё и сдерживал. В показанном ролике главный герой находит коробку, убирает из неё всё лишнее и пытается осознать, как обращаться с этим непонятным агрегатом. И, кажется, до последнего не может сделать выбор, кот он или змея. Director's Cut пока заявлена только на PlayStation 5. Подробнее об издании расскажут в ближайшей неделе. События Escape from Tarkov перенесутся из заброшек в просторные городские джунгли. Обновление улицы Таркова выйдет когда-то и порадует глаз бывалых боевиков чёткими геометрическими формами и прямыми линиями фасадов со сдержанной цветовой палитрой. Это всё из описания показанного жилого комплекса, потому что толком сказать-то больше нечего. Это явно тот случай, когда глаза поведают больше ушей. Вселенная Маскарада прирастёт новой игрой Blood Hunt. Диспозиция готишная и для сеттинга привычная. Рага, вампиры, вторая инквизиция. Игрокам, а увеселение это сетевое, предстоит выбрать свой клан, наесть сосочные кровушки, чтобы получить антинаучные способности, одолеть всех и восстановить в итоге тот самый Маскарад. Если что-то в этом описании показалось вам подозрительно знакомым, то это неспроста. Ожидает нас, судя по всему, условно-бесплатная королевская битва про вампиров. Много всего ещё было на шоу. Всякое о Call of Duty, больше Among Us, куча аниме разного. Привели бывших сотрудников Treyarch, которые обещают выпустить АА-игру, но её пока нет. Вот вам вместо этого трейлер новой студии. Смотрите, как нам весело однажды было на эскалаторе. И, наконец, то, зачем вы сюда пришли. Всю трансляцию мы считали разбросанных по трейлерам драконов, следили за загадочными движениями в плейлистах From Software, и оно свершилось. Нам, наконец, показали ковавшуюся годами, написанную при участии Джорджа Мартина, прорывную, по мнению игравших, Elden Ring. А оказался на очередной Dark Souls с конями. Конь герою выдан не по скалам прыгать. Разработчики обещают самый большой мир из всех, которые они когда-либо делали, и бесшовно связанные локации. Рассказывают и про множество разноплановых персонажей с интересными историями, но это, сами понимаете, по трейлеру оценить сложно. Делается Elden Ring для PC, нового и старого поколения консолей, и это, если честно, заметно. Те, кто ждал невероятного Некстгена, могут остаться разочарованными, зато поклонники Темных Душ наверняка получат еще одну качественную игру в любимом жанре. Выйдет, которая 21 января следующего года. На минутку заглянем в блоги. Там на этой неделе отметился Gaming with Freeloader, поведавший о феномене культурного моста и о том, как работает эта конструкция в играх. На примерах, разумеется. Можете узнать, от чего вдруг Ghost of Tsushima мост. А дружи с ником, который я даже не знаю, как прочитать, подготовил грамотный и детальный обзор Driver San Francisco. Ссылки для потенциальных читателей в описании, авторам мои поздравления. А если вы чересчур многого ждали от Elden Ring и все же расстроились, то ловите хорошую новость. Тут в магазине Epic Games бесплатно раздают Control. Влетайте и забирайте, кто еще не успел. Как-никак, одна из лучших игр прошлого года. А пока она качается, загляните на сайт StopGame.ru. Там вас ждет обстоятельная статья о новой Battlefield, обзор Wolfenstein Blade of Agony, видеообзоры Essays on Empathy и Некромунда Hired Gun. Зачитка злых комментариев авторами СтопГейма, которым злые комментарии и предназначались. Пока все. Спокойных выходных не желаю, ведь впереди Е3, но пусть они будут интересными. А уж мы внеочередными выпусками непременно будем держать вас в курсе событий. Пока!